Потребление ягод может улучшить сигналы мозга. Растительные продукты являются основным источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Ни одни растительные продукты не могут быть лучше других. Как я уже объяснял, одна чашка черники в день может улучшить умственные способности пожилых людей, как показано в этом рандомизированном, двойном, слепом плацебо-контролируемом исследовании. И то же самое у детей после всего лишь одной порции черники. Хотя две чашки могут быть лучше, чем одна. Одна порция ягод может также улучшить настроение. Двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование, в котором детям задают ряд вопросов. Вы совсем немного или совсем нет? Немного, умеренно, совсем немного. Или чрезвычайно заинтересованы, взволнованы, сильны и т.д. До и после употребления плацебо никаких существенных изменений. Но через два часа после употребления около двух чашек черники, их положительные показатели настроения значительно улучшились. Они чувствовали больше энтузиазм, настороженность, вдохновение, внимательность и т.д. Это было у молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. То же самое у семи десятилетних детей. Какой-то новый препарат, повышающий настроение или риталин? Нет, просто черника и сразу после одной порции. Но черника не может все. Хотя чашка ягод безусловно улучшает работу мозга. Не наблюдались улучшения в ходе или равновесии. Может быть, две чашки черники в день? Давайте попробуем. Повлияют ли две чашки замороженной черники в день в течение шести недель на мобильность взрослых старше 60 лет? Давайте выясним. Просто замечательно, что такое исследование было проведено. Людей разделили на две группы – черника и морковный сок в качестве контроля. Измеряли такие вещи, как ходьба по доске, проверяя, могут ли они держать равновесие. Два желтых каната по полу формируют узкую тропинку, и участникам предложено пойти по ней. И черника победила морковный сок. Значительные улучшения, предполагающие, что добавление черники может быть средством борьбы со снижением функциональной мобильности. И, оглядываясь назад, они подумали – может быть, стоило использовать что-то вроде огурца в качестве контроля, так как морковь, возможно, помогала. Что делает результаты черники еще более впечатляющими. В целом, это исследование демонстрирует необходимость более глубокого изучения добавок черники как нелекарственного средства для проблем общественного здравоохранения, связанных с возрастом и самостоятельностью. И если использовать игру слов, диеты с богатыми фитонутриентами-продуктами, такими как черника, представляют собой потенциально продуктивную стратегию для борьбы с некоторыми пагубными последствиями возрастной нейродегенерации. Субтитры создавал DimaTorzok